Женщина, я материально обеспеченная, все у меня есть, кроме семьи. Ну, может, он мне и даром не нужен, зачем мне это пьяница? А вот ребенок, это другое дело. Ну, где его взять? Вот я и решила завести нормального, здорового мужчину минут на 20. Ну, максимум на 30. Ну, знаете, что-то искусственное, там, в пробирке не хочется, мало ли что там от кого. Родится негр, потом всю жизнь доказывает, что никогда в Африке не была. И вот, вы знаете, обратила я внимание на соседа с третьего этажа. Такой положительный, интеллигентный, но главное, дети у него, такие крепкие, здоровенькие, умненькие. Вот думаю, кто мне для этого дела нужен. И вот вчера вечером, встречая его у подъезда, говорю, понимаете, как бы это объяснить? В общем, я живу одна, мне очень одиноко. Он говорит, заведите себе рыбок. Я говорю, да нет, понимаете, мне очень хочется, чтобы рядом был родной человек, но не муж. Ну, вот мне нужно то, что остается после мужа. Он говорит, долги, что ли? Я говорю, да нет, понимаете. Ну, вот ответьте мне на вопрос, зачем мужчины женятся? Он говорит, ну, откуда я знаю? Ну, я говорю, ну, вот вы, почему женились? Он говорит, потому что одному спать страшно. Я говорю, ну, завели бы себе собаку. Он сказал, сказали тоже, собак готовить не умеет. Я говорю, да, действительно не умеет. Ну, вы меня простите, ну вот, а что вы делаете со своей женой ночью? Он говорит, спим. Я говорю, что, всю ночь спите? Он говорит, нет, иногда в туалет ходим. Я говорю, что, больше ничем не занимаетесь? Он говорит, а чем в темноте можно заниматься? Я говорю, ну, вы свою жену когда-нибудь целовали? Он говорит, целовал, три раза в лоб на свадьбе. А после свадьбы у вас брачная ночь была? Он говорит, конечно, была. Я говорю, извините, конечно, и чем вы в эту брачную ночь занимались? Он говорит, деньги считали, которые на свадьбу подарили. Я говорю, ну, вас, ваша жена когда-нибудь целовала? Он говорит, целовала. Я же вам сказала. Я говорю, хорошо, а она раздевала вас? Он говорит, раздевала. Я говорю, вот. И что она при этом говорила? Он говорит, скотина, еще раз напьешься, с балкона сброшь. Я говорю, так, ну, я не знаю, я буду с вами откровенна. Вы знаете, я бы очень хотела, чтобы у меня был мальчик. Он говорит, студент, что ли? Я говорю, да нет, чтобы я кормила его с ложечки, одевала на него памперс. Он говорит, а, пенсионер. Я говорю, да поймите же, я хочу стать матерью. Он говорит, ну, становитесь. Я говорю, так вот для этого вы мне и нужны. Он говорит, вы что, хотите меня усыновить? Я говорю, да я ни разу в жизни не была в роддоме. Он говорит, ну, я тоже там ни разу не была. Я говорю, а дети, как они у вас появились? Он говорит, вместе с женой от первого мужа. Я говорю, большое вам спасибо. Он говорит, за что? Я же для вас ничего не сделала. Я говорю, вот за это и спасибо. Смотрю на соседа и думаю, ну что за мужики пошли? Ну ничего не могут ни ребенка родить, ни страной руководить.